Судебные приставы продолжают работу со злостными неплательщиками алиментов. Таких исполнительных производств в Ленинском райотделе судебных приставов 450. 76 из них в пользу детских домов. Сумма задолженности около 5 миллионов рублей. Должники привлекаются и к административной, и к уголовной ответственности. Таковых уже более 70. Может быть, они не прячутся специально, просто у свободных людей свое расписание. Злостных неплательщиков алиментов, родителей, чьи отцовские и материнские чувства находятся в зачаточном состоянии, судебные приставы исполнителей застать дома могут не всегда. На помощь им приходят коллеги. У нас ребята проедут по садам, найдут того, который там 3 года в розыске был. Они мотаются. Один из таких помощников – Гаяр Схизматулин. Сегодня ему не пришлось ходить по садовым товариществам. Этих женщин он застал дома. И так все-таки бывает. По постановлению пришел на адрес к человеку. То есть согласно постановлению человек ознакомляется и забираем с собой сюда, в отдел. В отделе судебных приставов мамы-кукушки чувствуют себя неуютно. Прячут глаза, отвечают на вопросы в полголоса и, по словам судебных приставов, нередко врут. В ДСО вы отработали по своим другим обязательствам, а по алиментным обязательствам. Вы получали первое направление в сентябре 2016 года, и второе получали в ЖРУ. Вы получали 6 июля. У Веры, назовем ее так, в детском доме 14-летняя дочь. Оформили ее туда год назад после смерти дедушки-опекуна. За должность матери по алиментам более 600 тысяч рублей. Привлекали ее и к уголовной ответственности. Вера уехала в 2017 году, ее отправили в колонию-поселение. И вышла, она освободилась вот в июне 2017 года только. И даже после этого, вот она сейчас мне говорила, 200 рублей только оплатила. Вера согласилась побеседовать и с нами. По словам женщины, дочку она любит и намерена забрать ее из детского дома. У меня не получается. Мне надо официально устроиться на работу, чтобы у меня был достаток. Официальная работа была, чтобы обеспечивать ребенка. У вас в планах это есть, когда вы собираетесь это делать? Конечно, я делаю. Если собираюсь это делать, но не получается. Если Вера не оплачивает алименты детскому дому, где живет ее дочь, то вторая гостья отдела судебных приставов, назовем ее Надежда, не платит бывшему мужу. Именно он воспитывает двоих детей, один из которых не достиг совершеннолетия. Предупреждение заполняйте. Все, знакомьтесь, читайте. За долг в 400 тысяч рублей пойдет Надежда на обязательные работы. А Вера за неотократный отказ от них направляется сегодня в суд. Грозят ей либо штраф в 150 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Андрей Рыжков, Александр Макаров, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.